Привет! Сегодня у нас встали такая коробочка от фирмы Хабибосс AVP-7A1 с Encanced Applicar Market. Значит, десантная машина морской пехоты США от фирмы Хабибосс. Фирма Хабибосс, по информации, которая ко мне поступила из достоверных источников в виде различных слухов и обрывочных постов на соответствующих форумах, является чем-то вроде сабренда концерна Trampeter небезызвестного. Ну, то есть, грубо говоря, одна из торговых марок, скажем так, в этом каком-то их конгломерате, что, в принципе, видно даже по некоторым элементам оформления их наборов. То есть, если присмотреться, сравнить Trampeter и Хабибоссовские наборы, там упаковка достаточно похожая, внутренняя коробчатая комплектация зачастую похожа, инструкции по компоновке выглядят очень похоже. По-моему, даже какие-то модели наборов перетекали между брендами Trampeter и Хабибосс, но я уже не настолько шарю в этой внутренней кухне, поэтому на таком уровне. Соответственно, у Хабибосса очень много достаточно забавных наборчиков. Вот один из них, ну, достаточно редкий, наверное, скажем так, для того, чтобы его моделировать. Не то, чтобы, наверное, сильно известная машинка, хотя она мне всегда нравилась. В общем, машинка EVP 7A1, да, то есть это расшифровывается как Armored Amphibious Vehicle, то есть бронированная плавающая бронемашина. А буква P, скорее всего, означает Personal, то есть для десанта. Вообще, прототип, если говорить, в принципе, машинка разрабатывалась в США где-то в 70-х годах на замену предыдущим генерациям амфибий для высадки десанта. Ну, с точки зрения, да, военной доктрины Соединенных Штатов Америки, да, соответственно, народы моря, вот это всё, ставка на авианосцы, ну, там вот, да, ставка демократии в любую точку мира. Просто, как бы, действительно, рассылая авианосцы, ну, тебе действительно нужна машина для высадки десанта, поэтому, в принципе, такой один из, наверное, краеугольных камней, да, стратегии, чтобы вот это вот всё можно было там в случае чего с моря высадить, чтобы, так сказать, занять то, что ещё уцелело после налётов авиации. Поэтому машинка, на самом деле, может быть, выглядит забавно, но так-то она, вроде как, достаточно важная. Ну, и внешний вид мне всегда прикалывал такой гигантский сарай, вот этот вот высоченный, только посмотрите на её. Так, так, в общем, машинка, да, до 70-х годов разрабатывалась, ну, точнее, как уже, собственно, была принята на вооружение, там, в начале 70-х годов, с первой своей итерации, там, ещё буквы в КП не было. На замену, по-моему, машинке, которая ещё чуть ли не в войну Вторую мировую использовалась для тех же целей. Ну, в общем, что можно сказать, что это алюминиевая броня, ну, как бы понятно, да, чтобы не тонула вся эта фигня. Такой вот огромный, такой достаточно здоровый корпус, высоченный десант находился в задней части, на 25 морских пехотинцев, то есть довольно много. Ну, и, соответственно, сзади аппарель эта открывалась, и вот это всё дело выбегало на пляж и, соответственно, выполняло свои десантные задачи. Соответственно, конкретно вот эта коробочка, она у нас реплицирует, скажем так, уже модификацию первоначальную, которая была разработана где-то, по-моему, в 89-х годах, и отличается наличие вот этого самого дополнительного комплекта навесной брони, который, собственно, у нас вот изображён. Это такие вот панели дополнительно навешанные, такие ребристые, ну, соответственно, для дополнительной защиты. Ну, там со всеми вытекающими, наверное, на каких-нибудь плавательных характеристях, возможно, слегка негативно это повлияло. Ну, да ладно, там же, кстати, ещё изначально машинка комплектовалась только пулемётом 12,7 калибра, потом ей ещё добавили и гранатомёт автоматический МК-19. Ну, вот, собственно, вот это как раз модификация уже с навесной брони, насколько помню, была самой массовой в производстве, эксплуатировалась в США, там, ну, и несколько было экспортных вариантов, там, от Южной Гории до Аргентины и так далее. Ну, участвовала во многих операциях, где морская пехота была задействована, что логично, так как морская пехота, ну, понятно, это такой бренд, в общем, вооружённых сил США. В частности, вот в Буре в пустыне она тоже участвовала, я и подозреваю, что на боксарте, наверное, у нас что-то типа Буре в пустыне изображено. Так вот, что по коробке, значит, Хобби Босс у нас, помимо, собственно, номинования, также на английском языке указывает длину модели, готовый 23 сантиметра ширину, где-то 10,5 сантиметров. На боковиках показывает проекцию, одну из вариантов окраски на одном, на другом ещё одну проекцию, второго варианта на K4 показывает, что есть отравление в комплекте, какие-то предупреждения, ну, в принципе, больше ничего особо неинтересного не рассказывает. Так что нужно, наверное, нырять в коробку. Да, за нижнюю часть коробки тоже никакой информации не несёт, потому что там всё пусто. Так, коробочка у нас довольно плотненькая. Так, что можно ещё сказать, что, да, выцепил я этот наборчик, он достаточно, ну, уже достаточно давно, скажем так, ну, что-то, может быть, год, не знаю, может, чуть больше, по достаточно хорошей скидке, там, что-то по цене в районе полутора тысяч рублей. Конечно, за такие деньги сейчас ничего подобного не найдёшь. Набор обширный, это мы увидим, да, собственно, это видно и сейчас, то есть, насколько плотно тут всё забито. Один раз, если вытащил, то еле запихаешь. Так вот, что у нас, собственно, имеется по внутрянке. Бумажная часть, будем смотреть её отдельно. Соответственно, литники. Их дофига. Тоже будем смотреть всё по порядку. Прозрачный литник. Часть корпуса упакованная отдельно, в отдельную такую мини-коробочку, то есть, так, у Би-Босс нас так премиумно уважает. Верхняя и нижняя часть тоже отдельно посмотрим. Отдельно траки. Отдельно внизу ещё у нас какие-то дубчики. Да, тоже детали траков. Ну и в самом низу, соответственно, декали и подотравление. Тоже всё по порядку посмотрим. Начнём по традиции с бумаги. Значит, что у нас по бумаге. Первым делом инструкция. Так, инструкция, как я уже говорил, немножко по виду похожа на инструкции Трампетера. Даже, по-моему, катограмма, условное обозначение. Кем-то похожа. Никакой исторической справки нет. В виде книжечки исполнена. Значит, тут тот же самый бокс-арт с коробки. Только рекомендации по сборке на цепи. Причают и предупреждения. На второй, значит, листе. Развёртка литников. Как можно было сказать, их очень много. Кстати, да, я не упомянул, что набор всего лишь один в линейке. На самом деле, у Хабибоса чуть ли не по 10 разных наборов модификации этой машины. То есть, от самой ранней до самых поздних. И модификации на Брэм и так далее. То есть, очень сильно они эту линейку разведвили. Так что, и такое дело есть. То есть, во многих авиациях эту машину можно увидеть. Как из дуб брони, как и без дуб брони. Ну, так что, да. У нас большое количество литников. Прямо реально целый навал. Это можно как бы ещё объяснить тем, что машина, в общем-то, интерьерная. Ну, по крайней мере, насколько я понял, в десантной осек не тоже проработан. Боевое отделение экипажа. Ну, вроде бы как тоже интерьер полностью воспроизведён, насколько я понял. Ну, соответственно, мы можем видеть, что кроме фототравлений у нас тут даже трос, по-моему, присутствует. Ну, по крайней мере, должен. Соответственно, ну, что странно, кстати, при таком количестве модификаций на раскладке... Раскладка литников, кстати, такая очень экономная. То есть, сами литники разложены, но детали на них никак не обозначены. То есть, в случае чего, нам это не очень поможет. Разве что определять, на каком литнике. Соответственно, ещё, ну, нет такого, чтобы я видел, чтобы здесь обозначены какие-то неиспользуемые детали. То есть, либо как-то они уж очень хитро их компонуют по литникам, что всё-таки этой модели. Либо просто как бы это не указывают. Потому что модификаций много, обычно всегда какие-то неиспользуемые детали получаются. Значит, и дальше у нас, собственно, сразу начинается сборка. Ну, и так, смотрим, сразу видно, что довольно подробное. Шагов будет много, то есть, книжечка толстенькая. Ну, что видно по сборке сразу, что, как уже можно было в коробке увидеть, что корпус из двух частей, половин, верхняя, нижняя. Соответственно, они отлиты в одну деталь. В этом плане, конечно, это, ну, при таком количестве деталей, это всё сильно упрощает. По крайней мере, там особо мучиться не придётся при склеивании многочисленного количества там всяких стенок, переборок, чтобы это всё стыканулось и так далее. Главное тут, как бы, чтобы эти крупные детали, они нигде не были изогнуты и не поведены в каких-то критических моментах. Потому что это, конечно, тогда всё может свести на нет всё это, так сказать, усилие по увеличению простоте модели и может вызвать много геморроя по стыковке. Так вот, значит, тут начинается всё с ходовой, собственно. Катки у нас, звёздочки ведущие, водомётные системы, я так понимаю. Ну, понятное дело, что машина в воде, когда... Ну, вообще, да, машины, они, собственно, подразумевались, как выгружаться из больших десантных кораблей, то есть выплывать оттуда, собственно, и посредством водомётных вот этих движителей добираться до берега. А там уже оперировать, собственно, на огущенном ходу. Ходовая, тут какие детальки нижней части корпуса. Ну, точнее, не как ходовая, только катки сплеиваются. Водомёты, вот водомёты у нас сразу цепляются на корпус. В принципе, уже какие-то даже декали предлагают нам прямо тут лепить, что довольно, конечно, забавно, потому как... Ну, собственно, какие декали могут быть до окраски, да? Вот, кстати, водомётные движители, я так понимаю, у нас даже подвижные должны быть. Вот написано, что не клеить. Так, дальше опять ходовая продолжается. Соответственно, вот у нас лохань корпуса. Тут уже балансиры у нас прикрепляются. Собранные звёздочки. Ещё какая-то мелочёвка всяческая по ходовой. С двух сторон это всё делается, я так понимаю, раздельно. И вот, собственно, собираются потом единые целые катки, цепляются к непосредственно балансирам. Ну, как бы тут ни о какой рабочей подвеске речи, я так понимаю, не идёт. Тут всё исключительно намертво сразу закреплено. Зато, как бы, вот буксировочные серии какие-то у нас будут подвижные. Ну, если это можно так сказать. Так, потом, значит, продолжается ходовая, но уже траки. Собственно, у нас видно, что траки, там, видно, лежат в отдельных пакетиках. Написано, сколько их, 83 штуки траков нам нужно сделать. Трак, собственно, у нас состоит из двух деталей. То есть, основной, и, собственно, тут ещё какие-то подушки приклеиваются. Ну, соответственно, как бы, когда немножко сложнее, чем просто трак обработать, ну, с другой стороны, вроде бы и не очень сложно, потому что, ну, подушечку маленькую на трак прилепить особых проблем не составляет. Просто время надо потратить. Ну, насколько я понимаю, тоже о рабочести траков тут никакой речи не идёт. По крайней мере, про это ничего не сказано. Скорее всего, всё просто склеивается. Значит. И что дальше? Соответственно, у нас эта нижняя полусклеенная лохань появляется. Кое-какие внутренние детали тут уже наклеиваются. Я смотрю, уже внутри бронекорпуса. Ну, собственно, ставится уже гусеница на этом этапе. Ну, это, конечно, с точки зрения окрашивания ставить уже гусеницу, это, ну, как бы нецелесообразно с точки зрения, как это делать правильно. Поэтому это исключительно предложение инструкции. То есть, как уже обыграет этот вопрос с покраской, правильная установка. Это уже обычно каждый сам себе придумывает. Различные методики. Дальше. Значит, у нас, я так понимаю, начинается сборка. Насколько я понимаю, это уже интерьерная часть. Здесь, кажется, или детали аппарели. Даже надо посмотреть дальше. Опять же, предлагают уже прямо здесь клеить декали. То есть, ну, в принципе, это, как бы, наверное, логично, потому что в наборе, как я уже смотрел, там много декалей, которые техническую информацию несут, скорее всего, наклеиваются, наносятся либо внутри отсеков, либо где-то, может быть, в каких-то труднодоступных местах. То есть, показывать их на схеме окраски, например, возможно, будет тяжело, если они в каких-то там труднодоступных местах, да. То есть, поэтому, наверное, показывают сразу, куда эти декали клеятся, да. То есть, есть какие-то техничка, например, в салоне машины, соответственно. Ну, получается, до окраски это всё надо запомнить, что где, куда, потом по инструкции, либо по инструкции потом восстанавливать, смотреть, чтобы уже после окраски поместить эти декали куда нужно. Да, собственно, это получается действительно деталь интерьера уже. Вот это она тут на внутреннюю стенку. Всё это мы наклеивали. И, соответственно, она устанавливается вот сюда. Уже появляются, значит, детали с фототравления. Нам, как бы, пишут, что сгибать нужно, что цианокриватный клей. В принципе, очень всё, ну, такие вот тонкие моменты, очень подробно и понятно, скажем так, показаны. Ну, видно, что появляются скамейки для экипажа. Насколько я помню, их три должно быть. Значит, десантников 25 человек, там довольно-таки много. Здоровый такой сарай. Перескопчики у нас тут уже склеиваются, я так понимаю, или что-то типа того. Устанавливается полик со скамейками внутрь. Опять же, добавляются внутренние какие-то детали со стенками. Ну, соответственно, вот тоже со скамейкой частично, видимо. В общем, в основном идёт работа по интерьеру. То есть, вот всяческие тут ящики, приборные какие-то элементы добавляются. Вот тут нам нужно подсверлиться, я так понимаю. Это, возможно, касается навесных этих элементов брони. Ну, достаточно много сверлить нужно. Ещё вопрос, обозначены ли непосредственно на деталях места, где нужно сверлить. Должны быть, потому что других каких-то указаний, где именно сверлиться, нет. Значит, в эти потом засверленные дыры нужно, соответственно, какие-то элементы доставлять дополнительно. Довольно сложная, конечно, сборка. То есть, деталей реально много. Вот это всё интерьер и навесная броня там, скорее всего, будет довольно забавно это всё склеивать. Ну, что поделаешь? Поделаешь. Погони за высокой детализацией. Опять же, продолжаются работы по интерьеру. Всё-таки другая внутренняя стенка устанавливается. Опять же, какие-то приборы там, технические какие-то декали с надписями наносятся в интерьер. Ну, то есть, как бы интерьер прям богато детализирован. Особенно, если учесть, что если машина будет склеена, да, то есть даже с открытой задней аппарой, или какую-то там вот сверху детализацию, ну, будет довольно тяжело, конечно, увидеть. Но, в самый момент прикольно. Внутренние какие-то стенки там, стрелка там, наверное, водителя. Ну, опять же, что-то тут из фотоотравления, какие-то доп. ящички, или что-то вроде того собирается. Не совсем, конечно, смысл понятен глубоко в интерьере машине, как какой-то коробс. В принципе, какой особый смысл его делать из фотоотравления был. Ну, допустим, ладно, канистры тут, наверное, с водой, или что-то такое, дополнительные какие-то полки. Опять же, интерьер, то есть, он, видимо, немалую часть сборки занимает. Много тут опять дополнительных декалек с техничкой. Вот, видимо, что тут уже вроде как боевое отделение идёт. И, по-моему, механика водителя, посты, и что-то какие-то дополнительные моменты. То есть, вот этот всё такой отсек получается в передней части. Но, единственное, я так понимаю, что двигателя мы здесь не увидим. По логике двигатель, наверное, в самом носу располагается. Соответственно, с точки зрения, наверное, защиты экипажа и десанта, да. То есть, двигатель такой играет импровизированную роль дополнительной в броне, собственно, с тем же замыслом, как, например, это на БМП сделано и так далее. Значит, это парель у нас уже собирается. Соответственно, какие-то доп там элементы. Появляются элементы каких-то юбок дополнительных навесных. То есть, уже видно, что интерьер, я так понимаю, в массе своей на данном этапе собран. Ну, всякие там вот эти дополнительные влешние элементы присоединяются. Появляется верхняя часть корпуса. Тут тоже, как бы, да, интерьер продолжается и на верхней части. Наносится всяческая различная деталировка. Единственный вопрос, конечно, насколько я понимаю, так как у нас декали показаны подробно по интерьеру, да, их много. А вот, собственно, момент окраски нигде у нас, скорее всего, ни на схеме окраски, ни непосредственно на этапах сборки, как вот все это многообразие интерьера красить. Ну, насколько я понимаю, Хобби Босс не указывает. Потому что, ну, собственно, никаких обозначений цветов нет. А интерьер, скорее всего, там по цветам, конечно, будет довольно разнообразный. Множество приборов, различных каких-то узлов и так далее. То есть, это нужно, видимо, сверяться с фотографиями отдельно. Если делать открытую машину и все это показывать. Так, соответственно, вот опять же, верхняя часть корпуса тут появляются у нас перископы различные для наблюдения. Еще там стенки внутренние элементы, вот которые, видимо, собственно, открывают, закрывают аппарель. Еще какие-то внутренние короба там. Вот у нас появляются, ну, так понимаю, это деталь прозрачный пластик, наверное. Вот эти многочисленные перископы водителя, там командира в передней части машины. Еще дополнительная деталировка всяческого верха тут. Куча всего, всяческих ручек, зацепов, элементов каких-то. Значит, все это нам сразу предлагают собрать, не ожидаясь, так сказать, склеивания верха и низа. Ну, и дальше, собственно, продолжается то же самое. То есть, башенка, нижняя часть уже здесь появляется. Появляются, вот, ну, опять же, перископы, антенны и воды. Там еще какие-то дополнительные крепежи и ручки. Значит, насколько помню, в наборе никаких элементов имитации самих антенн нет. То есть, антенны, собственно, придется как-то из подручных материалов там отдельно покупать и так далее. Вот у нас появляются решеточки с фототравлением на воздуховоды всяческие. Ну, что довольно прикольно, по крайней мере. Тут вот навешиваются элементы этой до брони, наверное, в верхней ее части. Опять же, значит, суперклеем предлагают нам что-то там по перес... Нет, что-то по фототравлениям какие-то решеточки или какие-то там шторки непонятные наклеить. Значит, есть элементы, я так понимаю... А, в принципе, да, тут есть достаточно обширный верхний люк. Вот эта вся вот часть, она изначально полая с верхней, да. И вот мы видим, тут у нас такой здоровенный, такой вытянутый люк. Соответственно, нам предлагают его оставить подвижным. То есть, соответственно, разумевается, что этот люк можно, я так понимаю, открыть. Верхний. И, соответственно, сверху весь интерьер будет виден. Ну, этот, кстати, да, я с первого раза это не обратил на это внимание. Теперь я вот увидел. Ну, в принципе, это еще один способ, да, показать все это богатство внутреннего убранства, так сказать. Так, ну, тут опять же, вот бронировка всячески. Еще антенны, вот еще ручки. То есть, ну, машина достаточно такая рельефная вообще. По бокам, сверху, особенно в своей вот этой версии с дополнительной броней. Опять же, опять же, продолжаются люки, которые подвижные. Опять же, я так смотрю, еще какие там... А, ну и люки, собственно, экипажа, я так понимаю, тоже нам предлагают оставить подвижными. Соответственно, еще и мелкие детали из фототравления, где что-то там надо согнуть. Ну, и так далее. То есть, довольно много всего. И вот мы подходим к этапу, собственно, стыковки верхней и нижней половины корпуса. Собственно, вот это подразумевается, что все уже должно быть у нас собрано. Единое целое. И только в конце мы должны это стыковать. Ну, это как бы, в принципе, логично предположить, что стыковать, конечно, и склеивать два огромных, супер детализированных, супер забитых мелочевку узла, это, в принципе, довольно рискованный момент. Потому что, как только какой-то момент, может быть, нестыковки или нужно будет приложить какие-то усилия, да, то есть, это тяжело будет делать, когда у тебя в руках такая вот хрупкая забитая мелочевка и деталь. То есть, чуть-чуть что-то там нажмешь, и у тебя может все отлететь. Так что, вполне возможно, что тут логичнее скорее стыковать крупные детали сначала, а потом уже, ну, я имею в виду, как минимум, сначала сделать нижнюю часть с интерьером. Да, а потом уже непосредственно голую, несклеенную верхнюю часть наклеить, а потом уже мелочевкой. Ну, тут надо быть аккуратным, потому что, как бы, уже тоже склеенные две половины, собирать какую-то часть мелочевки, типа люков, чего-то там, возможно, будет не так удобно, когда у тебя уже корпус собран. Поэтому тут тонкий момент, надо быть с этим внимательным. Это достаточно нетривиальная, может быть, задача. Ну, еще дополнительно, сама, собственно, это аппарель собирается тут с какими-то там серьгами дополнительными. Я так понимаю, аппарель у нас, не пойму, что у нас по серьгам информация, будет ли она подвижна или нет, но сейчас посмотрим. По-моему, нет, потому что там, по-моему, можно только в каком-то одном варианте правильно собрать. Так, и, собственно, аппарель у нас немножко откладывается. Мы переходим к доп. комплекту брони. Ну, кстати, он не очень-то и обширный всего из этого деталей на каждую сторону состоит. Ну, там еще по мелочевке что-то еще спереди накидывается и так далее. То есть, вроде как, у нас все это набросится должно довольно-таки просто, если, конечно, до этого мы все правильно склеили. И потом у нас прям пошла башенка. Башенка машины такая довольно забавная. Тут прям целый разворот, она много шагов собирается. Там, соответственно, у нас тоже есть внутрянка башенки, то есть там и пулеметные какие-то ленты там, вот что куда. Поворотная эта площадка. Успаримная система у нас тут пулемет в смеси с МК-18 гранатометом. Довольно тоже все детализировано, прикольно. Вот элемент подачи гранат, собственно, показан. Веселая штуковина. И в самом конце мы достигаем финалочки сборки, где у нас, собственно, стыкуется башня с корпусом и аппарель. Соответственно, два варианта у нас будет по аппареле. Открытая-закрытая. Вот. Опции подвижности нет, потому что есть элемент вот такого троса, видимо, за счет которого, соответственно, аппарель закрывается, открывается. Соответственно, его не совсем, я понимаю, ну, видимо, нужно будет, я так понимаю, самому, скорее всего, изготовить, так как указан диаметр. Видимо, видимо, в комплекте ничего этого нет. Ну, он будет, соответственно, вытянут, поэтому никаким образом ты тут подвижный аппарель не сделаешь. То есть, нет, фактически невозможно. Либо закрытая, либо, соответственно, открытая. Ну, с открытым, конечно, интереснее, потому что богатый интерьер. На этом, собственно, инструкция заканчивается. И из бумажек у нас остается цветная схема окраски. Как бы по духу очень походу на то, что сейчас звезда делает. Трампетер ровно такие же схемы делает. И, собственно, мы тут, мы видим буквально два варианта окраски. Оба на НАТО Вудланд. Соответственно, на пустыне у нас ничего нет, не дается в комплекте. Привязки исторические, кстати, тоже нет. Ну, кстати, даже не очень понятно, на какую армию. То есть, Вудланд-то он вроде Вудланд НАТО, да? И рисунок такой. Но какое-то подразделение неизвестно. И НАТО ли вообще в данном случае? Ну, можно только предположить. Значит, стандартный, да, трехцветный НАТО-вский Вудланд-камуфляж. Краски указаны на Ганзу, на Мистер Хобби, на Валеха, на Модал Мастер, на Томию. Ну, и на Хамброут. Но при этом на Томию и, например, на Валеха, Валеджа номинально указаны. Вот на Томию, например, указан только один цвет. То есть, почему-то не стали заморачиваться даже два цвета еще подбирать на Валеджа. То есть, два из трех цветов. И здесь у нас тоже указывается, почему-то вынесено на отдельный лист, что что-то мы еще стальным цветом должны подкрасить. Это тоже у нас дано только здесь и только на три производителя. Ну, да ладно. Но зато тут мы видим, что это точно натовская машина из контингента K4. Так. Ну, тут опять же и декали показаны, декали, которые касаются, соответственно, внешнего облика машины. Потому как то, что касалось интерьера, оно было в самой инструкции. На этом, собственно, инструкция у нас закончилась. И осталось большое количество пакетов с цветниками. Так, мне буквально на секунду что-то нужно. Так, как модельный ножик я захватить забыл, чтобы это все дело скрывать. Туго набитая карабень такая вот. Немножко можно было ее даже получше сделать, потому что, ну, вот реально туго. То есть, вот, уже как бы раз нарушив изначально идеальную заводскую упаковку всего этого добра, потом это уже как-то запихиваешь и думаешь, как бы не раздавить там что-нибудь. Так вот. По порядку, значит. Значит, есть пакетик с траками. Они находятся в таких кусочках литников по две штуки на каждом. Ну, в принципе, упрощено. Хотя, с какой идеей это делается именно с траками, не очень понятно. То есть, было бы прикольно, если бы они уже были бы зашкурены по одному траку, да, полностью готовы к сборке, да. Как дракон делает, я так понимаю, делал когда-то. Но когда их все равно нужно скусывать и обрабатывать, какой смысл давать их, типа, вот, как бы в каком-то полуобработанном виде. Не очень, я понял. Ну, наверное, какая-то идея в этом есть. Открывать смысла нет, как бы, ну, вот просто траки из пластика другого цвета. Дальше из интересного, значит, у нас идет ванна корпуса и верхняя часть корпуса. Достаточно, как мы можем составить представление о габаритах модели. Достаточно крупная такая лохань. Получается высокая, широкая, длинная. Рельеф у нас тут всяческих креплений, значит. Днище не детализировано, ну, это если кому-то важно, да. Соответственно, все достаточно красиво, рельефно. Кое-где есть имитация сварных каких-то швов. Ну, облочек практически нет никакого. С виду выглядит... Вроде бы не искривленной, ничего не завалено никуда, на первый взгляд. Ну, может быть, чуть-чуть, только стеночки загнулись совсем мизерно внутрь. Может быть, это будет заметно. Ну, видимо, если их разопрут другие детали, я надеюсь, что, в принципе, это не будет проблемой. Ничего такого страшного. Так. Соответственно, и все-таки запаяно в пакетик у нас идет верхняя часть корпуса. Тоже в одну деталь, но как бы детализация тут гораздо более богата. Это все дело должно вот так вот застыковаться между собой. И оно вроде бы как-то даже стыкуется на шпеньках, на неких. Конечно, далеко от прям вот... Ну, в принципе, да, вот оно как бы... Верхняя часть немножко распирает нижнюю, да, и... В принципе, получается что-то похожее на правду. Я думаю, каких проблем особо с этим не будет. Чуть-чуть помучатся, и все окей. Посмотрим, короче говоря. Я думаю, все будет нормально. Вот такой вот он пирожок у нас получается. Здоровенный такой вот. Геометрическая такая... Тригонометрическое тело. Забавный большой плавающий сарай. Да, можно видеть, что вот есть огромное пространство для люков, для аппарели сзади. Все это можно сделать национально открытым. Ну, вот на верхней части тоже большое количество рельефов. То есть, вот этих, я так понимаю, крепежных элементов для каких-то, возможно, до брони или что-то такого. Какие-то тут антислипы, элементы, что-то такое, ребристая поверхность. То есть, ну, то есть, достаточно, ну, достаточно такая, рельефно данная, данная верхняя часть. И, вроде бы, все тут нормально сделано. Никаких таких явных огрехов я заметить не могу. Так, сразу спрячу в пакетик, потому что, чтобы это все потом дело не терять. Что у нас идет по порядку? Значит, элементы, я так понимаю, характерные. Сейчас узнаем, для чего. Это интерьер у нас явно. Интерьерная часть, соответственно, данная вот эта, скажем так, ну, переборка, загородка. Соответственно, вот этого тоннеля подбашенного, подбашенная коробка, я даже не знаю, как это назвать. Отделяющая десантное отделение от, собственно, того, где находится стрелок. Внутренний, одна из внутренних стенок десантного отделения, соответственно, с имитацией какой-то проводки к приборам на стенках и так далее. Различные там узлы, приборы из, собственно, десантного, ну, из интерьера, короче говоря. Тут какой-то вот элемент у нас непонятно, то ли намеренно изогнутый, то ли это какой-то дефект литья есть. Ну, это понятно будет по сборке. Тоже, как бы, есть толкатели на некоторых деталях, но не совсем понятно, где эти детали будут, собственно, стороной этих толкателей находиться. Внутрь или наружу. В видимую часть или невидимую. Тут прям, сходу сказать, довольно тяжело. И второй элитник. Тоже интерьер, только, я так понимаю, другая сторона машины, другая стенка. Соответственно, тоже, опять же, проводки всяческие, там, патрубки, прочая мелочевка. То есть, сказать назначение большинства деталей, конечно, в отрыве от инструкции тяжело, потому что это всё-таки интерьер машины. Машины, значит, и дальше. Как бы выбрать покрупнее что-нибудь. Вот такой у нас литник, даже два литника. Ну, кстати, да, вот пакеты не индивидуальные, да. Видно, кстати, момент, что уже не знаю, собственно, сложно сказать, по чьей вене, моей или изначальной упаковке литник. Довольно сильно изогнут. Вполне возможно, что, может быть, моя вина, потому что, первоначально раскрывая, а потом укладывал, может быть, не так аккуратно, как надо было, и что-то там подзамялось уже в коробке. Может быть, изначально с завода так не обратил внимания. Так, ладно, посмотрим внутрь. Ну, скорее, изгиб, конечно, важен для, прежде всего, деталей корпуса, которые в геометрии будут, так сказать, определять машины. Поэтому, если это какие-то прям внутренние переборки, ну, там, я думаю, можно что-то там решить. Так что я не буду, как бы, за это вылагать вину на Хубибос, хотя, конечно, коробочку они могли бы просторнее сделать для такого количества литников деталей. Да, ну, тут внешняя какая-то бронировка, а, нет, люки, да, вот эти самые люки. Ну, не знаю, подзагнулись они сами или нет, посмотрим потом. Надеюсь, что особо нет бронировки, всякие люки, дополнительные какие-то решетки на корпус, держатели, там, вот эти всякие обтекательные элементы. Ну, соответственно, и второй такой же литник, опять же, понимаю, внутренние стенки десанта, какая-то внешняя деталь, это, кто-то не понимаю, одна из двух, что ли, вторая не в этом пакете. Достаточно много всяких таких мелких элементов, частью прибора даны, соответственно, везде имитация проводки ватлита в пластике. Ну, то есть, довольно прикольно все выглядит, как бы толкатели, ну, насколько можно внешне понять, вроде все, что логично находятся, по идее, на невидимых частях интерьера и так далее. Так что, надеюсь, тут все будет окей. Пакетик, кстати, очень похожий тоже на те, что транзитер использует, те же самые такие с дырками для вентиляции, скажем так. Думаю, все это, в принципе, делается на одних и тех же заводах. Так. Еще один крупный элемент, это с, как понимаю, в основном, наверное, касающийся как раз дополнительной брони вот этой, характерной для этой модификации. Так, она такая характерно-рельефная. Сейчас посмотрим. Тоже, кстати, характерный момент, то есть, видимо, какие-то особо хрупкие элементы. В частности, тут у нас ручки на корпус, в основном данные. Трампитер и Хобби Босс оборачивают вот такой вот демпфирующим элементом, чтобы не сломалось. Ну, прикольно заботиться на эти дополнительные какие-то стенки под бронировку, видимо, под что-то. Сами элементы бронировки вот эти рельефные. Ну, рельеф, видимо, соответственно, для того, чтобы отражать различные бронебойные элементы, которые будут попадать. Соответственно, менять угол, видимо, потому что такое, кумулятивную струю может как-то нарушать, так сказать, ее угол входа в броню. Ну, хотя алюминиевая броня и такие, как бы, габариты машины, конские или даже слоновие, как я бы назвал, они, конечно, говорят о том, что машинка, скорее всего, может быть, довольно уязвима. Ну, вот так вот. Тут, опять же, много всяческой клепки, все такое, вроде, без облой, без утяжем. Тут, вроде, ничего, кстати, не изогнулось. Ну, как бы панели и панели. Вроде все прикольно, с ними все окей. Смотрим дальше. Еще пакетик довольно крупный. У нас много мелочевки на двух литниках. Тоже, скорее всего, много интерьерных частей. Смотрим, значит, что у нас есть. Детали башенки. Ну, кстати, вот эти элементы, вроде бы, насколько я понимаю, ну, вот, собственно, точнее, это не башенка, это башенка командира, скажем так, да. Это не башенка стрелка, а башенка командира. Вот эти элементы, я так, насколько понимаю, должны быть наблюдательными приборами по окружности башенки. Ну, они сделаны наглухо. То есть, там по инструкции, я, к сожалению, не точно не помню. Ну, вероятно, если туда подклеиваются прозрачные, то, наверное, подложку под них нужно раскрашивать в какую-то имитацию наблюдательных приборов. То есть, в принципе, решение, то, что они сделаны глухими, это, конечно, довольно интересно. Ну, видно, что, значит, собственно, нижняя часть башенки. Тут, вот тут, соответственно, да, на имитации каких-то там вот швов, сварки, непонятно, шиповых или нет. Еще какие-то дополнительные элементы бронировки. Вооружение, я так понимаю, здесь же дано. Ну, соответственно, как пулемет, так и гранатомет. Кстати говоря, есть элементы многоразъемных пресс-форм на вооружении. То есть, как пулемет, так и гранатометом К-18 даны с высверленным стволом. Ну, не в том плане, что их реально кто-то высверливал, да, а в том, что в плане, что многоразъемная форма, поэтому в стволах есть отверстие. Это, в принципе, довольно редко увидишь у многих людей, у многих моделей, так бы, и только звезды. Многие западные и восточные производители не делают такого, но здесь сделано. Это прикольно. Ну, вот вооружение, различные приборы, внутренние, внешние наблюдения, детали башенки там и так далее. Так, и второй литник из этого же пакета. Так, у нас тут, значит, опять же, тоже присутствует в основном навесное. Дополнительные какие-то навесное, по-моему, кожухи, по-моему, движители водометных, насколько я помню. Дополнительные какие-то поручни, там, шансовый инструмент, лопаты, соответственно, топоры. Ну, тут как бы замки отлиты вместе. Ну, как бы, собственно, большинство, наверное, все так и делают. Чтобы тут, наверное, такого было, чтобы замки шанса еще в травлении как-то отливались, тут они не стали. Люки, соответственно, экипажа самой машины с антислипом, наверное, таким шершавым покрытием или что-то вроде. Они должны делаться подвижными. Опять же, детали самых-то движителей отлиты. Дополнительные какие-то переборки или панели. Что-то такое. Ну, как бы, по качеству, в принципе, повторяться смысла нет. Видно, что литье, ну, хорошее. То есть, все, никакого, упаси боже, облоя, там, каких-то, тем более, утяжин, непроливов. Это как бы уже, понятно, само собой, разумеющееся, что этого нет. Что, в принципе, никогда ни трампитер, ни хобби-босс в таких болезнях особо замечен не был в этом плане. Поэтому, наверное, по 50 раз это повторять даже бессмысленно. Так, следующий пакетик. Тут у нас не сытно очень много деталей. Уже, на самом деле, уже голос подсядет, пока все посмотришь. Детали. Значит, аппарели, собственно, у нас. Видно, что... Ну, собственно, вот аппарели, да. То есть, видно, что в ней есть отдельная дверь, которая, я так понимаю, данная отдельным элементом. Наверное, теоретически можно и дверь открыть, а не саму аппарель опускать. Если кому-то так захочется. Осветительные приборы, кстати, отлиты вместе, собственно, с задней вот этой стенкой под эту аппарель. Ну, задние, не осветительные. Ну, стоп-сигнал, грубо говоря. Рельеф внутренней аппарели, да, собственно, отдельно. Они состыкуются, внешняя внутренняя часть. Видимо, никаких следов от локателя не будет. То же самое, собственно, с этой дверкой. Ну, и какие-то там элементы, что-то типа там ручки открывания или что-то такое. То есть, всё по аппарели сосредоточено на одном литнике. На втором литнике из этого же пакетика, я так понимаю, это у нас, по-моему, полик боевого, по-моему, отделения. Если только не боковая стенка. Вот так сложно уже по памяти сказать, что это такое. Либо полик, либо стенка. Наверное, больше на полик похоже. С отверстиями для установки элементов. Какая-то одна из каких-то боковых, видимо, панелей, стенки. Там что-то такое. Какие-то короба тут даны. Вполне возможно, что, кстати, короба, о которых там шла речь, в травлении я ещё замечал. Вполне возможно, что всё-таки они, кстати, даны и в пластике. Потому что трампитеры, соответственно, хобби-боссы, они так довольно часто делают. Дают альтернативы. То есть пластик или травление. Как бы за этим надо внимательно следить. Может быть, кому-то мучиться с травлением на каких-то малозаметных элементах и не захочется. А просто можно бахнуть пластиковую детальку, да, и забыть об этом. Так, значит, всё с этой частью всё. И что у нас там остаётся? Вот такая ещё, такой пакетик у нас отдельный. Пакетиков мы заменяем их, видимо, много для того, чтобы можно было компоновать под разные модификации. Здесь у нас, возможно, кстати, это всё-таки полик, а не то, что я подумал. Да, это, ну это как минимум полик десантного отделения. А вот это что такое? Это, наверное, переборка какая-то. По-моему, да, что тип переборки внутри. Ну, что тип того, да. Очень большой интерьер, поэтому тяжело попавить и вспомнить, какая деталь куда. И, соответственно, тоже, видимо, ну я, насколько понимаю, тоже интерьерная какая-то часть. Таким, это ещё небольшим количеством узлов, которым, что-то сказать, внятно сложно, кроме того, что вроде бы они отлиты неплохо и прикольно. Без каких-то проблем. Ну, как бы за ту цену, ну, я точно не помню, может, по полторы тысячи я соврал, может, там было 1800. Ну, в принципе, как бы за такие деньги, даже по тем временам, скажем так, не очень далёким по времени, но, скажем так, безмерно далёким по исторической, так сказать, перспективе. В принципе, даже для тех времён деньги были, я считаю, за такую детализацию и обилие всего в наборе довольно-таки смешные наряды. Хотя, конечно, хобби-боссы это нифига не премиум, скажем так, недорогой сегмент. Хобби-боссовские модели, они даже на нашем рынке, они всегда были довольно дешёвые, кстати говоря. Такие, знаете, вот, что-то вот чуть выше, знаете, когда ты хочешь, так сказать, чувствуешь, что ты уже, так сказать, хочешь из, так сказать, сегмента звезды и нищего премиум моделизма, так сказать, немножко заглянуть, так сказать, выше, да? Что-то типа того, то есть, в принципе, первое, что ты натыкаешься, это вот хобби-босс, наверное, один из... Да. У них было довольно много таких, да, достаточно дешёвых наборчиков и неплохих по качеству. Так, значит, у нас вот ходовая тут внезапно всплыла. Соответственно, два литника, так понимаю, идентичных, да. Где у нас, соответственно, даны катки из двух половин, ленивцы и, ну, ведущие звездочки из-за тени. Где были ведущие звездочки, я, видимо, пропустил. Где-то они были. И, собственно, балансиры сами. Балансиры такие очень маленькие, такие тоненькие, по сравнению с танковыми, конечно. Ну, в принципе, алюминиевая броня, машинка должна быть лёгкой, чтобы ко дну не идти, поэтому они такие смешные. То есть, при общем, большом таком размере этого сарая, да, балансиры, конечно, очень маленькие. Ну, вроде как безутяжно отлита, катки с детализацией, болтики, всё видно. Ну, ходовка, понятное дело, вроде как неподвижная. Хотя, чему именно фиксироваться, балансиры будут в своём положении непонятно, они круглые идеально. Ну, ладно, потом разберёмся. Ну, как бы вот тоже за грехов на каких-то, на ленивцах тоже вроде ничего такого незаметно. Всё вроде ровненько. Так. И, значит, подходим, постепенно мы приближаемся к концу нашего путешествия. И на следующей, на очереди у нас, собственно, те самые, скажем так, подушки. Подушки на траке, которые на каждый трак по одной наклеиваются. Тоже даны в отдельном пакетике. Три-четыре литника. Ну, очень простой формы, как бы другого цвета, ниже сами траки и так далее. Не знаю, что там они имитируют. Резиновые какие-то подушки. Сложно вообще сказать, это какой-то исконный элемент трака. Или, может быть, китайцы подсмотрели эти подушки, как какие-нибудь, они там, знаете, асфальт для защиты дороги, там, знаете, для парадов или что-то такое. Может, такое тоже бывает, кто знает. Может, для этого подушки. А может, просто часть трака. Сложно сказать. Это надо изучать, чтобы случайно не наклеить подушки и, как бы, показать машинку, что она на боевых, а потом окажется, что подушки для парадов, да? Кто знает. Так. Остается у нас, значит, два литничка с прозрачными деталями. Их достаточно много. То есть, в машине достаточно много наблюдательных приборов. То есть, там и, насколько я помню, и у экипажа очень много всяких приборов. То есть, в одной только вот, в одних только вот этих башенках стрелка, там, водителя и так далее, командира этих приборов куча. Ну, насколько я понимаю, у десанта вроде никаких наблюдательных приборов особо не подразумевалось. Поэтому, в основном, это к наблюдательным приборам экипажа относятся. То есть, прозрачного пластика дано много. И, значит, из допов, скажем так, ну, не из допов, понятное дело, фотоотравление. Соответственно, маленькая такая платка, но тоже в комплекте, как бы все за эти же деньги. Несколько больших решеточек, якашник решеточек поменьше, какие-то пароушинки тут мизерные. Ну, то есть, вроде, как бы несложно все это согнуть будет, так как оно в небольшом количестве дано. С маркировкой хубимово-отравления. И, значит, да, в конце у нас, ну, в отдельном пакетике декаль. Я думаю, я, наверное, не полезу в пакетик с декалью. Хотя, ну, хотя нет, ничего бы не полезть. Все-таки надо узнать, а сделана ли у нас декаль без дефектов. В том наборе, просто она, как бы тоже по-трампетровски, по-хабибоссовски, прикрыта всегда таким листиком. Причем, аж с двух сторон, то есть, его еще и открепит. Очень они беспокоятся за сохранность декали. Хотя, не то, чтобы я когда-то видел, чтобы с декалями что-то происходило. Может, боятся, что от солнца пожелтеет. Не знаю. В общем, сама декаль достаточно, ну, как сказать, небольшой листик, но технически на декале, в принципе, порядочна. То есть, в основном, это все касается интерьера. На всякие элементы тут наклеиваются листы. Ну, надписи. Большое количество всяческих предупреждающих надписей для интерьера. Это отделены они, собственно, верхняя часть, а нижняя часть, это у нас внешние декальки. Тут видно, что возначение K4, номерные знаки там какие-то еще, какие-то там тоже техническая инфа, USMC-шные номера. Ну, вроде без дефектов все отлито, насколько я вижу. В принципе, должно нормально лечь на свои места. Да. Ну, из приколов, да, вот, кстати, я что-то там, по-моему, заикнулся про металлический трос. Ну, нет, у нас ниточка. Очень маленькая, коротенькая ниточка. Но все-таки, наверное, этот трос не буксировочный. По-моему, детали буксировочных каких-то тросов я не увидел на этой машинке. То есть, если они где-то и подразумевались в прототипе, то они, возможно, хранятся где-то внутри, либо хобби-босс просто не знает об их существовании. Но эта ниточка, я так понимаю, единственная, куда может применяться, это, собственно, для механизма, соответственно, открывания пареля. То есть, видимо, это она. Это самая веревочка, которая должна нам показывать механизм, который подтягивает нам парель. Ну, конечно, из веревочки это делать не то чтобы довольно прикольно, потому что я уж не знаю, какое там должно быть натяжение. Как-то сильно на готовой модельке, значит, натянуть веревочку и довольно тяжело, чтобы она не была не провисшая какая-нибудь, не знаю. Скорее всего, конечно, лучше нас тут, наверное, заменить, типа, тросика металлического. Это, мне кажется, будет прикольнее. Ну, так что, да, вот это, пожалуй, момент. Единственное, что веревочка, оно как-то немножко смазывает, смазывает немножко итоговое впечатление от набора, но, как бы, тонится не без греха, так сказать. В общем, что сказать по модели. Вот реально, за те деньги, которые она стоила год, может быть, полтора назад, ну, это реально гора пластика, гора пластик, интерьер, супер, достаточно детализировано, круто. Фотоотравление там минимальное дано, прозрачный пластик, схема окраски, крупные элементы даны в одну деталь, то есть корпус весь, собственно, в две детали. То есть, ну, как бы, китайцы вот так делают. То есть, вот так делают, причём это набор достаточно не новый, и я, кстати, забыл сказать, какого он года. По-моему, он что-то в районе девятого, может быть, там, каких-то таких лет. Это ещё девятого или чуть позже, возможно. Так что, собственно, ну, вот так вот делают китайцы. Вот так делает Трампетер, вот так делает Хуби Босс. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!